Украинский контрнаступ начался. Сложилось такое представление, что у России нет никакой армии. Ее вооруженные силы превратились в сборище неорганизованных пьянчуг. На самом деле все далеко не так радужно. Ведь именно это и называется войной. Итак, после многих месяцев ожидания, нескольких дней неопределенности и отрицания, теперь уже стало очевидно и ясно. Украинский контрнаступ начался. С первых же дней проявилась одна из главных проблем, которая будет сопровождать военные операции все время, вплоть до их завершения. И проблема эта – завышенные ожидания. Нет никаких сомнений в том, что пропаганда есть не только на российской, но и на украинской стороне. Стесняться этого не надо, так как сама по себе пропаганда – это не хорошо и не плохо, это данность, без которой не бывает ни одной войны. За последние несколько месяцев в результате масштабной информационной кампании сложилось такое представление, что у России нет никакой армии, что ее вооруженные силы превратились в сборище неорганизованных пьянчуг с ржавыми автоматами, которые побегут при первой же атаке. Обвал Харьковского фронта за пару дней и акт доброй воли в Херсоне только укрепили это представление о том, что контрнаступление, скорее всего, будет быстрым, красивым и эффектным. Однако, к сожалению, на самом деле все далеко не так радужно. Да, российская армия проявила себя значительно хуже, чем можно было бы ожидать. И очевидно, что почетный статус второй в мире она явно не заслужила. Но это совсем не значит, что она не представляет никакой угрозы и является мальчиком для битья. Да, она не вторая в мире, но это не обязательно. Она все еще остается грозной силой, а сотни тысяч солдат, даже самых неквалифицированных и немотивированных, это сотни тысяч человек. А как нас учил великий Сталин, иногда количество естественным образом переходит в качество. И нынешняя российская армия, это как раз тот самый случай. Да, оружие у нее не самое современное и гламурное. Артиллерия неточная. Танки старые. Ракеты напичканы иностранными комплектующими, получение которых сегодня является нешуточной проблемой. Но зато у России всего этого простого, неточного, некачественного и дешевого навалом. Снарядный голод, это когда вместо 15 тысяч снарядов в день выстреливают 8 тысяч. Несомненно, 8 тысяч это меньше, чем 15. Но тем не менее, это 8 тысяч. В некоторых войнах такое количество снарядов выстреливают за полгода, а тут за сутки. И называется это голодом. У России также есть одно преимущество перед Украиной. У нее свое производство оружия. Конечно, эскандеры или кинжалы критически зависят от иностранной электроники. Но вот простое оружие, которое используется не при бомбежке киевских электростанций, а во время боевых действий. Все эти пушки, грады, ураганы, смерчи, минометы. Все это производится в России без всякой связи с иностранными поставщиками. России, в отличие от Украины, не приходится выпрашивать каждый патрон у европейцев, которые уже лет 30 как переключились на борьбу с терроризмом, и не представляли себе существование войны, в которой 8 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки будут считаться снарядным голодом. Запад оказался совершенно не готов к такому масштабному расходованию боеприпасов. Тогда как Россия мало того, что готовилась к крупной войне, так еще у нее и с советских времен гигантские запасы вооружения. Сколько раз мы видели голливудские фильмы, в которых показаны склады, десятки километров тяжелых вооружений плотными рядами. Да, это оружие старое, неэффективное, ржавое. Скорее всего, его значительная часть не годится для использования, но тем не менее оно есть. Первые дни контрнаступа показали. Повторения Харькова и Херсона не будет. ВСУ ожидает тяжелая и изнурительная война, примерно такая, в какой оказались зимой сами россияне. Москва готовилась к ожидаемой атаке, и теперь украинская сторона будет считать победы сотнями метров в сутки. Очевидно также, что нынешнее наступление вряд ли сможет решить задачу выхода на границы 1991 года. Будет большим везением, если получится отогнать великороссов границам 24 февраля. Медленный тэп контрнаступления даст сигнал путинским активистам во всем мире. Очень скоро мы увидим новое оживление риторики мира ценой потери земель и призывов прекратить войну и остановить бои на уже имеющихся рубежах. Это вполне устраивает Путина, который в случае начала переговоров на эту тему будет торговаться, выдвинуть ряд неприемлемых условий, но в конце концов согласиться на заморозку в действующих границах. Ведь сейчас для него главная задача выйти сухим из воды, а в войне не потерпеть слишком уж очевидного поражения. ВСУ ожидает тяжелые месяцы и изнурительная война без какого-либо гарантированного и очевидного исхода. Мне нечем вас обрадовать, ведь именно это и называется войной. Путина Путина